Доброе утро, уважаемые коллеги! Рада приветствовать всех, кто сегодня в зале с нами по видеотрансляции. Меня зовут Чернышева Юлия Викторовна, я представляю клиническую больницу номер 2 группы компании МИДСИ, город Москва. Традиционно рак шейки матки занимает высокое место в структуре онкологических заболеваний женщин. И количество данной онкологии с каждым годом неумолимо растет, и распределение числа заболевших женщин во всем мире является весьма неравномерным. То есть есть страны, в которых рак шейки матки практически побежден. Это, например, страны Северной Америки, Новой Зеландии, это Австралия, это те страны, в которых активно внедрен скрининг и вакцинация от вируса папиллома человека. С другой стороны, есть страны Африки, в которых катастрофическое количество женщин, страдающих данным заболеванием, порядка 30 на 100 тысяч населения. А в России этот показатель остается пока неутешительным, это порядка 12-13 женщин на 100 тысяч населения, которые заболевают раком шейки матки. По данным Минздрава, к сожалению, к 2030 году в России возможен рост числа заболевших раком шейки матки вплоть до увеличения количества в два раза. Ежегодно в мире выявляется около 500 тысяч случаев рака шейки матки, и практически половина из них заканчивается, к сожалению, летальным исходом. Актуальность данной проблемы заключается в том, что, с одной стороны, рак шейки матки – это высоко распространённое заболевание, с другой стороны, за счёт длительного периода существования на уровне предрака, заболевание практически полностью можно предотвратить, а более того, возможно, сохранение фертильной способности женщины. Доказано, что 99% случаев рака шейки матки связано с онкогенами типа вируса папиллома человека. К факторам риска относятся ранее начало половой жизни, незащищённые половые контакты, именно отказ от использования барьерных методов контрацепции, большое количество партнёров, курение и иммуносупрессивная терапия, либо иммуносупрессивный статус, например, ВИЧ-инфекция. Во всём мире уже давно разработаны клинические протоколы по скринингу рака шейки матки. Они обозначены и в протоколах Американской ассоциации по кольпоскопии. Есть российский. В 2017 году в России был Минздравом закреплён клинические рекомендации по профилактике рака шейки матки и диагностике доброкачественных заболеваний. Это очень понятный, адекватный документ, который полностью основан и практически копирует зарубежные западные рекомендации. Он достаточно доступным языком написан, но, к сожалению, не все врачи-гинекологи научились им пользоваться. Это то, что невозможно отрицать. До сих пор в гинекологии существует очень много отсебятины, очень много каких-то не совсем адекватных методов диагностики и лечения. К сожалению, это до сих пор присутствует. И наша задача всё-таки врачей-гинекологов направить в то русло, благодаря которому женщины могут избавиться от предраковых заболеваний и защитить себя от рака шейки матки. Что касается непосредственно кольпоскопии, этому методу мы обязаны в большей степени Ганцу Гинзельману, который ещё в довоенные годы начал первое исследование по данной проблеме, использовал, тогда использовал линзу Лейца и источник света. Активное развитие кольпоскопии, с одной стороны, методы, которые сейчас нам очень сильно помогают, с другой стороны, этот метод в какой-то степени своё развитие получил в годы Великой Отечественной войны, а именно конкретно в контрационном лагере Аушвиц, где Гинзельман совместно с главным врачом этого лагеря исследовал большое количество женщин. Впоследствии он был, конечно, осужден за такие садистские методы, по большей степени это были методы стерилизации женщин, но тем не менее после отбывания наказания он уехал в Южную Америку, где продолжил своё исследование по кольпоскопии, и именно благодаря его исследованию мы активно сейчас пользуемся данным методом. До появления кольпоскопии, которая активно внедрена была в 70-е годы, с женщинами выполнялись радикальные операции, то есть это были либо гистероктомии, либо ампутации матки, либо агрессивные конусовидные эксцизи, что в определённом проценте случаев женщину лишало возможности фертильности, либо, собственно, было необоснованно агрессивным методом лечения. С появлением кольпоскопии мы можем визуализировать изменения на шейке матки, которые впоследствии мы можем подобрать адекватный метод лечения. Что касается вируса папиллома человека, его воздействие на ткани можно разделить на три составляющих. Латентное течение, то есть это определение только в анализах, без цитологических и кольпоскопических изменений. Это минимальные изменения, которые по классификации трактуются как L-сил по современной классификации, и выраженные изменения, к которым относятся умеренная и тяжёлая дисплазия, которые в современной классификации определяются как H-сил. Что позволяет нам, какие возможности открывает для нас кольпоскопия? Благодаря тому, что вирус, встраиваясь в ДНК клеток шеичного эпителия, меняет структуру, и из-за обработки специальными растворами, а именно 3-процентный, либо 5-процентный раствор уксусной кислоты, он становится визуально виден. То есть при кольпоскопии мы видим те изменения, которые вызывают вирус папиллома человека. Это важно для проведения биопсии, либо для проведения радикального лечения. Но если мы говорим о кольпоскопии как о самостоятельном методе, этот метод не может являться самостоятельным методом скрининга. Всё-таки это метод дополнительный. Перейдём вот сюда. Скриннг рака шейки матки предраковых заболеваний всё-таки должен начинаться с цитоологического мазка. И преимущество в этом случае, конечно, безусловно, у жидкостной цитологии. То есть на основании цитологического исследования и ВПЧ-статуса пациентки мы определяем дальнейшую тактику лечения. Если у пациентки атипия неясного значения и при этом вирус папиллома человека отрицательный, мы не проводим ей кольпоскопию. Если у пациентки ВПЧ положительный, мы действуем согласно алгоритму как для минимальных изменений на шейке матки. То есть в данном случае, обратите внимание, что кольпоскопия не является первым методом диагностики. То есть мы взяли яйцетологию, получили лёгкие изменения, которые трактуются как ЛСИЛ. Затем проверили пациентку на ВПЧ-статус и на экспрессию белка П16. Только в случае положительной экспрессии пациентке назначается кольпоскопия. То есть кольпоскопия является дополнительным методом, позволяющим визуально обозначить изменения на шейке матки. То есть не самостоятельным методом. Если мы говорим о тяжёлых изменениях, то в данном случае при изменениях на цитологии, трактуемых как H-СИЛ, пациентка подлежит немедленному лечению. То есть мы не берём непосредственно отдельные прицельные биопсии. А сейчас лечение должно проводиться по принципу CN3. То есть увидел и сразу убирай. В этом случае место кольпоскопии является неоспоримым. То есть мы визуализируем изменения и дальше проводим экстезионную биопсию либо конизацию. Поэтому в случае тяжёлой диспозии шейки матки место кольпоскопии оно крайне важным. Но при этом кольпоскопия – это достаточно субъективный метод, который требует определённого опыта врача, определённых знаний, навыков, а также оборудования в клинике. То есть, казалось бы, достаточно простой метод, которым должен владеть любой гинеколог, некоторых врачей ставят в тупик. И поэтому очень часто расширенная кольпоскопия пытается быть заменена на Шиллер-тест, информативность которого стремится к нулю. Шиллер-тест, у него есть одно показание. Это при проведении той же самой биопсии определение границ, маркировка границ непосредственно для удаления. Если мы хотим поставить диагноз на основании кольпоскопии, мы должны использовать только метод расширенной кольпоскопии. А сейчас стало внедряться в большем количестве случаев так называемой дайсис кольпоскопии. Это цифровая кольпоскопия, которая позволяет в определённой степени убрать субъективную оценку картинки, которая получается при проведении кольпоскопии. То есть там при помощи непосредственно цифровой обработки изображения определяется толщина эпителиального полоста. Данные заносятся в определённую базу данных, которая достаточно длительное время может храниться. И несколько специалистов имеют возможность впоследствии оценить данные снимки, то есть исключить субъективизм. Во-первых, сама в себе процедура позволяет исключить субъективизм. Далее мы можем проконсультироваться с другими специалистами. Несмотря на то, что кольпоскопия очень много привнесла для органосохраняющего лечения рака шейки матки и предраковых заболеваний, всё-таки метод обладает достаточно низкой чувствительностью. Вот клинический пример недавний. Это моя пациентка кольпоскопии, 19-кратное увеличение. Картина не оставляет сомнений в том, что это тяжёлое поражение шейки матки, H-сил. Пациентке была выполнена биопсия, которая показала, что это всего лишь L-сил, то есть лёгкие изменения с тенденцией к спонтанному эргрессу. В конкретном данном случае пациентке вирус попеломы человек существовал более двух лет, поэтому мы определили и хирургический метод лечения. Но, тем не менее, картина, которую мы видим на кольпоскопии, она не всегда соответствует гистологической картинке. И другой пример – это также моя пациентка. Визуальная оценка картинки при кольпоскопии тоже не оставляет сомнений, что это тяжёлое поражение шейки матки, это предраг, это H-сил. В итоге ВПЧ-тест отрицательное цитологическое исследование показало отсутствие каких-либо изменений биопсии. Также в данном случае пациентке при цельной биопсии выполнялось не из сечения. Также показало отсутствие каких-либо атипических метозов. Поэтому кольпоскопия не является сама по себе методом диагностики, то есть она не должна быть на первом месте. Она всегда в дополнении к цитологическому мазку и к анализу на ВПЧ. И хотела бы ещё раз напомнить про скрининг рака шейки матки. Общепринято начало скрининга в 21 год, конец скрининга около 69 лет при условии предыдущего адекватного скрининга, а нормально в течение 20 лет. С 21 года до 29 лет мы выполняем жидкостную цитологию не реже раз в 3 года, а после 30 дополняем жидкостную цитологию анализом на ВПЧ. Просто напомнить, какие у нас есть скрининги, чтобы не было каких-то фантазий на этот счёт, чтобы пациентка, которая приходила на приём к гинекологу, в любом возрасте им берут ВПЧ, независимости от результатов цитологии. Это очень много молодых девушек, 24-25 лет, впервые обратившись к гинекологу, начинается исследование у гинеколога с анализом на ВПП, с анализом на ВПЧ. У пациентки обнаруживаются какие-то изменения, то есть персистенция вируса папиллома человека, не приводящая к изменениям по цитологии. У пациентки стресс, начинается длительное хождение к гинекологу, необоснованное назначение большого количества противовирусных средств, иммуностимуляторов, которые не приводят ни к чему. То есть персистенция вируса человека, либо в 80% случаев он регрессирует спонтанно, либо в небольшом проценте случаев приведёт к дальнейшим изменениям. Стресс в данном случае нам играет не на руку, потому что стресс – это та же иммуносупрессия, которая, к сожалению, может в дальнейшем приводить к развитию тяжёлых изменений на шейке матки. Это наш подход СИН-3, то есть при тяжёлых изменениях на шейке матки именно это Эйдж-СИЛ, кульпоскопически определяется зона поражения и иссякается единым конусом. И в завершение хотелось бы сказать, что кульпоскопия, безусловно, помогла нам перейти от радикальных операций к возможности органосохраняющего лечения. Но при этом данный метод требует определённых навыков и операторозависимой, что может приводить к ложноположительным и ложноотрицательным результатам. И кульпоскопия совершенно неэффективна при третьей зоне трансформации, когда зона трансформации уходит в канал. Поэтому данным пациенткам назначение кульпоскопии является необоснованным. И ещё раз, кульпоскопия должна быть назначена только как вспомогательный метод к основным методам скрининга. Это цитология и ВПЧ-тест. У меня всё. Спасибо за внимание.